Давайте перейдем к следующей теме. Раз мы начали говорить про Путина, то хотелось бы прокомментировать, конечно, его слова о том, что он работал таксистом. Эти слова, конечно, очень сильно умилили и, наверное, поразили многих, потому что кем только Путин не работал. Об этом я скажу чуть дальше. А сейчас я расскажу, наверное, про то, где Путин вообще об этом сказал. А сказал он это в документальном фильме, который называется «Россия. Новейшая история». Его сняла московская телекомпания «Мастерская». И об этой телекомпании написал интересный материал, издание «Можем объяснить». Там самое знаменательное детище этой телекомпании – «Айтинаучный фильм о воде». То есть сначала телекомпания снимает псевдонаучный фильм о воде, а потом «Россия, новейшая история», «Путин таксист» и так далее. Очень комично и вот чисто по-единороссовски. Принадлежит эта компания Саиде Медведевой, которая является по случайному совпадению матерью депутата единоросса Мосгордума и ведущего Андрея Медведева. Авторы фильма о воде, вот пишет издание «Можем объяснить», утверждали, что если с водой здороваться, читать над ней молитвы и давать слушать классическую музыку, простите, воде, давать слушать классическую музыку, то она приобретает особые свойства. Вот это примерно тот же миф, того же уровня правдивости история, как и история о том, что Путин работал таксистом. Кстати, сам Медведев, вот этот вот единоросс, не Дмитрий Медведев, а Андрей Медведев, есть еще такой. Он единоросс по меньшей рангам, он из Мосгордума, телеведущий и так далее. И он, конечно, знаменит тем, что он писал такой пост со ссылкой на знакомого опера, когда сажали Ивана Голунова, журналиста издания «Медуза». Тогда он написал пост о том, что, а вы знаете, и он у вас сейчас на экранах, он достаточно большой, весь зачитывать не буду, но там краткое содержание такое. Вот мне знакомый опер сказал, что действительно у Голунова была там нарколаборатория, что там что-то изготавливал, сбывал там и так далее, и так далее. Что не просто взяли журналисты, не потому что он из издания «Медуза», да вообще опера не знают, что такое издание «Медуза». Они взяли, потому что действительно что-то, какие-то темные дела делал с наркотой. Вот примерно был его пост. И вот такие журналисты, в кавычках, такие ведущие работают у нас на телевидении, которые вот так проверяют информацию, которые вот так просто на раз-два выдают фейки. И потом, конечно же, когда оказалось, что Иван Голунов там абсолютно невидовен, что эти фотографии – это абсолютная липа, якобы нарколаборатория, сделанная в его квартире. То есть Медведев все равно остается там прекрасным единороссом, все равно ему там, не знаю, поручают какие-то, не знаю, выпускать какие-то заявления, говорить на большую аудиторию. А его матери поручают вести вот этот вот, изготавливает документальный фильм «Россия. Новейшая история». И что же там наговорил Путин? Давайте посмотрим этот фрагмент. Мы все, почти все, выживали отчаянно. Ученые, адмиралы, разведчики стали челночниками, грузчиками, бомбилами. Иногда приходилось подрабатывать и из вуза. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было. Ну вот смотрите, говорит, что подрабатывал частным изводом. Подрабатывал фактически таксистом. Это абсолютная и очевиднейшая неправда. Путин всегда был мелким номенклатурщиком. Не больше, не меньше. Всегда, вообще по времени, вот все это, то, что он рассказывает, абсолютно не состыковывается. Это буквально миф и вранье. Потому что когда вся страна стояла в очередях, Путин сидел на тепленьком местечке в ГДР, в Германии. Потом, когда он вернулся уже в Россию и был в Питере, он пилил госбабло. Извините за мой такой сленг, потому что по-другому это назвать невозможно. Обделал темные делишки буквально с бюджетом. Он был за мэром бандитского Петербурга. И что-то мы не слышали, чтобы в 90-е годы он выступал против развала СССР, против ЦРУ или против кого-то еще. Прекрасно делал какие-то делишки свои мелкие, обделывал на должности замэра бандитского Петербурга. И когда сейчас он рассказывает, что какие плохие 90-е, а как все было плохо, а вот как я там всем был недоволен. Так в 90-е почему ты молчал? Почему ты там пытался урвать какой-то свой кусочек бюджета? Никаким, конечно, таксистом он не был. Никто этому не верит. И я не помню, чтобы в 90-е он выступал, например, против приватизации. Вот я выступаю против против приватизации. Госпропаганда мне постоянно против утойни, справедливых, залоговых, акционных и так далее. Мне госпропаганда постоянно говорит, а Соболь поураганила в 90-е, все разворовала. Я в детский сад ходила. Я ходила в детский сад. А Путин был за мэром бандитского Петербурга. Того самого, который там известен и по фильмам, и по рассказам. И вот для тех людей, как я, которые не жили в это время, не были взрослыми, мы понимаем, что он был у руля. Он был всегда номенклатурщиком. Человек, который пытался там что-то благодаря власти для себя лично поиметь. До этого Путин уже рассказывал, что он был не только таксистом, но еще и артиллеристом. Понимаете, вот какой все-таки сверхчеловек успел поработать еще и там. Раним! Попали, Валим Валимович! Конечно! Здесь не промахнешься, какая специальность будущего. Что, кстати, будущего артиллериста? О! Я ведь уже... Владимир взвода управления городочной артиллерии. Вы не поверите, но он был не только таксистом и артиллеристом, но еще и волонтером. Путин рассказал, как в студенчестве был волонтером в больнице. Путин рассказал студентам, как работал плотником. Просто дива даешься, как он все просто успевал. Сверхчеловек какой-то. Он всегда сидел, на самом деле, на тепленьких местах. Вот бездельничал в Германии, да, был номенклатурщиком, приспособленцем. Никакой он человек не из народа. Вот сейчас ему лепит этот образ. Человек, работяга, который вот у него прям вот руки, там, не знаю, по локоть, там, не знаю, в саже. Он прям вот... Вот человек от земли. Абсолютно не так. Ну, конечно, нет. Сидел в тепленьких кабинетиках всегда. Из жизни народа он, конечно, не знает. Не знает, как народ живет. Ни тогда не знал, ни в 90-е не знал, ни в 80-е. Ни сейчас он не знает, чем живет народ, чем он дышит, и на какие средства он вообще существует. И понятно, почему он делает. Потому что ему не хочется ассоциироваться с таким вот бункерным дедом, который не знает жизни, который сидит в своих дворцах за 100 миллиардов рублей, который боится лишний раз выйти куда-то с людьми и пообщаться, там, заставлять их карантин проходить и так далее. Он и себя рисует такой вот, нет, я вот с народом, всегда был с народом. Абсолютно, конечно, чушь и неправда. И никогда он не был таким своим парнем. Всегда он был чужим парнем, скажем так. О том, как Путин заботится о работягах, наверное, лучше всего свидетельствует. Очень трагичная история, которая произошла, трагедия на Листвяжской. Мне даже тяжело об этом говорить, потому что больше 50 человек погибло в результате трагедии. И трагедии можно было избежать. Никто не соблюдал технику труда. Возглавлял все это, был президентом компании-владельца Листвяжской. Федяев членом был Единой России. Сейчас появилась новость, что вот уже после трагедии его членство в этой партии Единой России приостановили и так далее. А куда смотрели раньше? Почему трагедию нельзя было предотвратить? Нужно было довести до того, чтобы погибло более 50 человек. Вот это на самом деле правда. Вот как наше государство заботится о работягах. Да наплевать всем на технику безопасности. Работают там у себя в шахтах? Пусть дальше работают. А мы будем денежки потом пилить от продажи угля, там нефти и всего остального. Нам не важно. Дадут там взятку вот эту вот единоросс кому-то там, да, проверяющей компании. И закроют глаза на несоблюдение техники безопасности. Мне очень горько смотреть на то, что сейчас происходит. И я понимаю, что ничего, к сожалению, не меняется. Произошла эта трагедия. Через какое-то время произойдет другая трагедия. И дальше, и дальше. И, к сожалению, я наблюдаю, что вот и рабочие тоже молчат. И я понимаю, что боятся увольнений. Потому что они начнут выступать за свои права, за охрану труда, за соблюдение техники безопасности. Их уволят. Нужно кормить семью, детей, жену и так далее. Работать там, скорее всего, больше негде. Ну, там, не знаю, ну, в магазин ты пойдешь, да, куда-то работаешь. Или физруком в школу. Ну, куда еще ты можешь там устроить? На почту пойти у грузчиком или еще куда-то. Конечно, там другие совершенно деньги будут. Ты не прокормишь просто семью. Не на что будет есть. Я понимаю, что страшно. Но если люди не будут бороться за свои права, то ничего не изменится. И здесь еще ждет уже не об увольнении, а реально о жизнях. Вот эта трагедия унесла жизни более полусотни человек. Там, да, буквально там за день все это произошло. И были кормильцы в семье, а теперь их нет. Поэтому, конечно, я призываю всех, кто работает на вредных производствах, работает в опасных условиях, думать о себе. Думать, что сейчас вы соглашаетесь с начальством и не отстаиваете свои трудовые права. А дальше это может обернуться трагедией, унести в вашу жизнь. И накануне не только ваш заработок, а накануне ваше здоровье и судьба вашей семьи. Поэтому отстаивайте свои права, требуйте от начальства. Не знаю, делайте какие-то забастовки, устраивайте свои личные, там, не знаю, какие-то... Качайте права. Кто о вас еще позаботится? Путин о вас позаботится? Не позаботится. Да наплевать ему на вас. Поэтому, конечно, не нужно молчать. О том, как Путин заботится о народе, еще свидетельствует постоянное, конечно, ухудшение жизни россиян. О том, как мы просто постоянно беднеем. Становимся все беднее и беднее с каждым днем. И те, кто был побогаче, становятся беднее. Те, кто был бедным, становятся абсолютно нищим. Почему дорожают продукты? Да, вот все сейчас спрашивают. Продукты безумно дорожают в магазинах. И они будут дальше дорожать. И при Путине они дешевле уже не будут. Нет рыночной экономики, нет конкуренции, нет справедливо нормального суда. Душат бизнес, коррупции в том числе душат. Поэтому, конечно, все это будет только ухудшаться и ухудшаться. И нет эффективного госуправления. А на хорошие тепленькие местечки назначаются свои. Будь то единоросс, сыночек чей-то. Как, например, ВКонтакте, а далее гемдиректору, новому сыну Кириенко, который возглавляет внутреннюю политику при Путине. Тому самому, кстати, Кириенко, который был премьер-министром при дефолте в России. Который вот как раз то ураганил в 90-е годы. Вот он был в правительстве в России. Не я, не Владимир Милов, и не Алексей Навальный был в 90-е годы в правительстве. Пафилова была, которая сейчас возглавляет сыр. Кириенко, который сейчас рулит внутренней политикой России. И Владимир Путин за мэра бандитского Петербурга. Вот с кого нужно спрашивать. Когда они нам рассказывали о том, что все ЦРУ там разваливал 90-е годы, а вы куда смотрели в правительстве, извините? Вы на должностях были. Вы получали за это деньги, оклады, какие-то привилегии, машины служебные и прочее. А что вы сделали-то для страны? Я из детского сада, извините, ничего тогда в 90-е сделать не могла, чтобы остановить вот эту залоговую акцион. А вы могли, но Путин молчал все это время. И нет нормальной рыночной экономики. Поэтому появляются постоянно вот эти новости о том, что дальше будет действительно хуже. И хуже будет в том числе с ценами на топливо, на бензин, на дизельное топливо. На этой неделе прошла новость, что грузоперевозчики обратились к Путину из-за подорожавшего на 20% топлива. Конечно, нашли, к кому обращаться, но президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, грузавтотранс Владимир Матягин, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на подорожавшее автомобильное топливо. Он призвал повлиять на топливные компании, которые за год подняли цены примерно на 20%. То есть не на 1, не на 2%, а на 20%. Почему у нас в нефтяной стране, спрашивают Матягин, цены за год растут на 18-20%? Отличный вопрос. Отличный. Я бы очень хотела послушать Путина, который будет рассказывать о том, что это там Байден, Обама, кто угодно там это делает. Но у нас-то с кого спрашивают? С Путина надо спрашивать. Поэтому видеообращение, конечно, хорошо, но уже надо не обращаться, а нужно требовать. Все-таки 20 лишнего лет человек у руля должен как-то уже нести за что-то ответственность. Он добавил, Матягин, президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, что фасы других госструктур обвиняют грузоперевозчиков в повышении цен на продукты. Продукт действительно растут. Все ищут сейчас крайних. И вот нашли грузоперевозчиков. Но он говорит, грузоперевозчики-то не ездят на воздухе, а заисправляются дистопливом. И если ничего не делать, то скоро дистопливо подорожает еще больше. И вот глава аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что просто в России нерыночная ситуация. И поэтому все это приводит к более быстрому росту цен на бензин и дизельное топливо. Если бы была нормальная конкурентная среда, то тогда такого подорожания бы не было. И это говорю не просто я, Любовь Соболь, это говорят люди, которые занимаются грузоперевозками, которые разбираются в ценообразовании в этом вопросе. Они говорят, что просто невозможно. Нет рыночных условий, есть монополии, нет конкуренции. Все, пожалуйста. Цены растут и будут расти дальше. И это все в конечном счете перекладывается на нас, потребителей. Мы покупаем эти продукты и мы за это платим. За это неэффективное госуправление, за эти монополии, за это кумовство на должностях в нефтяных компаниях, в нефтеперерабатывающих компаниях и так далее. На днях Минэкономики сообщила о замедлении инфляции. Вот вы почувствовали интересно себе замедление инфляции? Напишите, пожалуйста, мне в чате про мою трансляцию, в комментариях или где-то еще, кто почувствовал замедление инфляции. Я просто хочу почитать или посмотреть на тех людей, которые это почувствовали на себе. Я лично, мои знакомые, мои коллеги, на себе это замедление инфляции абсолютно не почувствовали. А вот Минэкономика сообщила, что замедление годовой инфляции в России до 8,11% пунктов. 8%? Они что вообще в другой стране живут? Какие 8%? Только недавно была новость, я ее освещала на своем канале Любовь Соболь. Я делаю там еженедельно обзоры новостей в программе «Что случилось?». И рассказывала там о том, что продукты для традиционного оливье и селедки под шубой, да вот эти традиционных салатов, которые мы ставим на новогодний стол. Я оливье, если честно, не очень люблю, селедку под шубой люблю больше. Но за год эти продукты подорожали на 15-25%. Вы представляете? То есть какие 8%? Куда Минэкономика вообще смотрит? Свои отчеты смотрят? А вы сходите в магазин, посмотрите, как люди живут, как они покупают продукты и на что им хватает, на что не хватает. Больше всего в цене, пишут СМИ, выросли обычные овощи. Картофель, например, подорожал на 80%, морковь на 41% и майонез плюс 28%. Минимальный рост в 9% тоже, да, то есть чуть выше 8%, но все равно выше было консервированных овощей и вареной колбасы. Основная причина таких скачков – продовольственная инфляция. То есть если вы не ходите в магазин Минэкономика развития, да, и чиновники, и Путин, хотя бы почитайте СМИ, да, вот вам написали, вот как все выросло, вот на самом деле, куда уходят деньги. И, конечно, еще про подорожание нищету, по-другому, конечно, это назвать нельзя, просто буквально нищета. На декабрь 2021 года 43% россиян имели нулевой запас денег на черный день. Это показал опрос, который провел сайт сервис superjob.ru. То есть почти, только вдумайтесь, половина россиян признались в полном отсутствии сбережений на черный день. У половины страны не на что, нет денег, чтобы сберечь, там, в случае, если их уволят, они потеряют работу, не знаю, что-то случится с их семьей, потребуются дорогостоящие операции и так далее. Людям просто неоткуда будет брать деньги. Поэтому, конечно, все лезут в эти микрозаймы. Перекредитование, которое ужасными темпами растет в нашей стране, то, что просто неоткуда их взять. Все, все, зато у Путина очередной дворец, очередная яхта, у его очередного друга есть какой-нибудь прекрасный самолет и так далее. Деньги есть, просто не для россиян, а для отдельных россиян, скажем так. По сравнению с 2008 годом доля населения, не имеющих сбережений, увеличилась в полтора раза. В группу тех, у кого нет ни копейки за душой, перешли люди, в прошлом имевшие небольшие накопления, следуют и запросы. Давайте еще раз покажем его на экранах. Вот варианты ответа были. У меня нет сбережений. Если в 2008 году так отвечали 28% людей, много, да, много. Но в 2021 году, когда Путин уже должен был произвести раскачку экономики, скачки, которые нам давно обещали. Нет, прошли года, но доля людей, которые находятся в таком нищем положении, которые не могут себе позволить накопить на черный день уже 43%. Какие-то безумные цифры. И давайте я хотела бы запустить опрос у нас в ютубе, если получится. Ну уж точно в твиттере давайте сделаем опрос. Есть ли у вас сбережения для комфортной жизни в течение одного месяца без зарплаты? Давайте так его сформулируем. И я придумал следующий вариант ответов. Пожалуйста, активно участвуйте. Мне действительно интересно посмотреть статистику по нашим зрителям. Есть сбережения для комфортной жизни в течение одного месяца без зарплаты? Нет таких сбережений. И да, и зарплаты комфортно не получаются. Вот такие три варианта ответа. Голосуйте, пожалуйста. А в конце эфира, я надеюсь, мне напомнят мои коллеги, я не забуду прочитать результаты вашего опроса. И если забуду, то обязательно потом после эфира посмотрю. Голосуйте. Мне действительно интересно посмотреть нашу статистику. Сравните со статистикой сайта superjob.ru, который периодически проводит опросы, которые, на самом деле, достаточно, мне кажется, релевантно отражают то, что происходит сейчас в стране. Ну и последнее, тоже очень печальная статистика. Извините, что я вот с бумажками так подготовилась основательно. Но просто вот, да, не хотелось бы голословно утверждать и говорить, что вот в стране все плохо. В стране все, там, не знаю, при Путине стали жить хуже, а не лучше. Вот эти цифры, это не я из головы придумала. Действительно, есть статистика, есть опросы, все посчитано, да, в процентах. И можно это просто замерить и посмотреть, что это не мои личные ощущения, что это не любовь Соболи стала жить хуже при Путине. Вся страна беднеет и нищает.